Как Вы прочувствовали район и что произошло за это время? За вот те, скажем так, 100 дней, и они такие знаковые получаются. Да, вот вчера, по сути, 100 дней, когда я приступил к обязанности главы Дергачевской районной государственной администрации. Задача, которая стояла 100 дней назад, уже достаточно серьезно отличается от того, какие задачи стоят сегодня. На тот момент было ясно, что нужно сплотить район вокруг идеи реформ, вокруг евроинтеграции, организовать силы на оказание волонтерской помощи, то, чтобы в этом непростом приграничном нашем Дергачевском районе поднять наши патриотические, национальные наши все силы против сепаратизма, за Единый Харьков, за Единую Украину и начинать заниматься реформами. Ну, в частности, что удалось, допустим, сделать, да? Когда я пришел, мы стояли, по сути, на последнем месте в Харьковской области по мобилизации. Сегодня мы закрываем пятую волну мобилизации практически на первом месте. Что удалось нам сделать? Как вообще строилась работа? Отсутствие военкома, отсутствие какой-то плановой системной работы, она приводила к тому, что план был выполнен всего лишь, там, по-моему, на 27%. И перестроить работу было достаточно сложно. Можно долго рассказать о том, как это делалось. Очевидно, вы слышали, что мы привлекали волонтеров, ребят демобилизованных. Дуб правый сектор нам помогал, АЗОП помогал. И мы вместе разносили повестки с военкомовцами, с военкоматовскими сотрудниками. Даже на некоторые участки брали жен тех военнослужащих, которые проходят службу в АТО. Там, где двери не открывают или какое-то шло сопротивление. Много чего было сделано. Два с половиной месяца план не выполнен. В конечном итоге это просто надоело. Было возбуждено два уголовных дела по начальнику районного инкомата и его заместителю. Ну и, как по сказке, в течение двух недель план был выполнен. Долгими уговорами мы собирали-собирали. Потом раз и за две недели план оказался выполнен. После этого стала складываться система. О ней можно долго разговаривать. О ней можно долго говорить. Но сегодня Дергачи впереди. Планеты всей. Причем те поселки, где есть погибшие, больше всего погибших. Например, как в Пересечном. Там вообще план по мобилизации выполняется за одну неделю. То есть, несмотря на то, что там в поселке трое погибших, они за неделю выполняют мобилизацию. Все зависит от людей. Все зависит от системы. От военно-патриотического воспитания и так далее. Понятно, работа делась комплексной. С военкоматом как таковым. С сельскими, с селочными радами. С учетом как таковым. С наглядной агитацией. С публикациями в газетах. С прокуратурой. С СБУ. Потому что у нас и по сей день есть. Случай такого нежелания идти в армию. Агитацию за неслужбу в армию. Какие-то есть сепаратистки настроенные люди. Которые не держат при себе свое мнение и так далее. То есть, есть и такие вопросы. Естественно, в параллель ставились вопросы экономики. Которые надо было решать. Ну, начнем с простых вещей. Того, что даже сам план социально-экономического развития Дергачей, он был написан по-совковски. То есть, он написан исключительно, ну, как вот, сколько собрали, столько и собрали. Так он пассивный. Мы его переделали. Пригласили начальника налоговой. Обсудили, за счет чего может расти, допустим, район, доходная часть его. И в этом направлении стали работать. Это и работа с бизнесом. И перевод бизнеса в Дергачи. Потому что очень многие предприятия, которые работают в Дергачах, обслуживаются там в других районах. Их надо было убедить, что в Дергачах сегодня не просто выгодно работать бизнесу. А модно жить, знаете, в Харькове, помните, в «Веселое губление»? В Харькове жить модно. Теперь жить модно с нами, знаете, в Дергачах. Поэтому, если вы у нас ездите по улицам, вы видите, как расцвела наша деревня под названием Дергачи. И откуда со всех сторон на вас смотрят не только плакаты агитационные, но и сами люди. Детские глаза. Да, и детские глаза. Значит, и в этом тоже стояла задача. Поэтому, ну вот, только что ходил, давал интервью у вас начальник отдела, который занимается инвестициями. Посудите сами, за 2014 год район из 48 грантов, которые проводились в Харьковской области, ни в одном не принял участие. Район из шести человек укомплектован тремя. О чем можно говорить? Можно говорить, что никакой инвестиционной и никакой экономической работы в районе практически не велось. Во всех школах нужно менять окна, да, там утепляться. Нужно заниматься энергосберегающими технологиями, котельными. Ни в одном конкурсе, ни в одном тендере, ни в одном гранте мы не принимали участие. Естественно, сейчас это все меняется. Подыскиваются люди, мы участвуем абсолютно в всех грантах и так далее. То есть, ну, много здесь, что планируют делаться. Ну, судите сами, за 14 лет никто не делал инвентаризацию никаких котельных. Мы пригласили инженеров, сделали аудит. Могу вам сказать, из 12 миллионов, потраченных на отопление в нашем районе, на социальной сфере, половина была потрачена за то, что мы грели воздух, а еще третья часть за то, что просто не стояли счетчики, лечильники и так далее. То есть, всем этим мы можем и должны заниматься. То есть, мы начали с того, чтобы бюджет какой-то, раз его мало, то хотя бы не допускать, чтобы, как из дюршлака, из него ничего не лилось. Стали анализировать все закупки. Они стали неожиданно на 30, 40 и 50 процентов легче. Вы понимаете, да? И так везде, практически во всем. Начиная от канцелярской бумаги, детских завтраков, расценок на проведение разных работ, закупки техники и всего того, что делается. Стали контролировать наши сельские ссылочные рады, что они закупают и за какие деньги. Тоже смотрю, груз появилась на глазах и на лице у многих чиновников. А как с электронным оборудом? Может, с каким-то получением справок у вас не вряется? Сейчас расскажу. Вы знаете, Харьков, в том числе и благодаря нашим усилиям, встал в эксперимент на электронное правительство. Мы боремся за то, чтобы в Дергачах этот же пилотный проект проводился на уровне района. Мы к этому готовы и мы такую работу ведем. Поэтому, даст Бог, у нас этот пилотный проект в Дергачах будет осуществляться. Вообще, все, что новое есть, мы зовем Дергачи. Экспериментируйте на нас. Мы созданы для опытов. Можете нас препарировать электронным правительством. Можете нам заводить любые инвестиции. Нам это интересно. Мы будем работать. И людей затачиваем именно на эти вещи. На ком-то надо же экспериментировать. То есть, они нормальные реаги? Конечно, они должны нормально. Мы работаем. Сейчас расскажу, в каких вопросах. Вы мне мешаете в этом смысле? В том, что вы активностью своей поможете? Нет, мы наоборот. Мы поднимаем планку взаимоотношений в районе. В каком-то районе есть какие-то интересные вещи. У нас в районе вот эти отношения. Мы по-новому выставляем отношения. Власти, бизнес, власти и силовые структуры. У нас сегодня все знают, что такое коррупция, как с ней бороться. Мы отдельно об этом поговорим. Если вы зададите вопрос, что можно сделать на уровне района по борьбе с коррупцией, я вам сейчас отвечу. У меня целый лист подготовлен на эту тему. И что нам удалось сделать за 100 дней? Представляете, что будет дальше? Идем дальше. Смотрите. Прошли такие вещи, бреши, такие как очистные, которые 15 лет не строились. Но правильно поставленный вопрос сейчас, выделение средств. Я надеюсь, мы в этом году его закончим. Возьмем, например, известную тему мусора. Дергачи превратились в мусоросвалку. Из космоса 338 свалок самообразованных. На территории Дергачей. Из них одну, самую главную, эксплуатирует нещадно город. Не по правилам, не посоветовавшись. Не проводя экспертизы. Не делая никаких экологических отчетов. Абсолютно не публикуя бюджета этой свалки. И работы с ним. Вот это мы все сейчас планируем изменить. В сторону трехсторонних. Поскольку проблема такая, в которой будет участвовать область, район, город. И будет создано трехстороннее предприятие, которое будет заниматься этим полигоном твердых бытовых отходов. И тогда, когда в закрытый город получил от кого-то деньги, в закрытый делает какой-то проект. Абсолютно нет никаких громадских слухов. Все это будет сейчас так, как это положено в Европе. Слушание, проект, аудит, решение. Кто эксплуатирует, кто отвечает. Почему изнашиваются дороги, по которым водят мусор, их не ремонтируют города. Почему бы не построить отдельную дорогу, которая не будет проходить. Ни через Черкасскую Лозовую, ни через Малую Даниловку. То есть вот все такие вопросы в комплексе. Об одном этом проекте уже можно было бы говорить не меньше часа-двух, поскольку он требует много вопросов. Но такой вопрос есть. Понятно нам некая нервозность городская, поэтому вопросы им придется отчитываться. И не только перед районом, перед областью. Их желание отмахнуться от нас, как от назойливой мухи, не пройдет. Поскольку общественность требует, депутаты решение приняли, мне поручили. Я добросовестно этими вопросами буду заниматься. Что еще? Возим мусор с улиц. Тоже интересная тема. Выяснилось, что садово-городнические товарищества, которых 189 на территории Дергачей, никто не имеет никакого договора о вывозе мусора. Как наши дачники вывозят мусор, знаете, да? Отъезжают, открывают окно и выбрасывают в посадку мусор. Сегодня все они подписывают договора, делают места оборудованные под мусор, под раздельный мусор, под его сбор. И, соответственно, будут за это платить, и мусор будет вывозиться. Уже в районе становится чище. Какие у нас приоритеты? Это то, чем мы занимались буквально на ходу. Нам надо было, мы понимали, денег нет, их надо где-то находить. Поэтому сейчас мы говорим о главном приоритете этой инвестиции. И о том, как все-таки иметь деньги в районе. Есть целая программа, она обнародованная. Частично я ее сейчас обнародую тоже здесь. Ну и, естественно, жить в бедности, но в чистоте мы обозначили этот лозунг. Пока живем бедно, но чисто. И начинаем с себя. Мы там в порядок привели администрацию, заставили привести в порядок районный совет. Клуб привели в порядок, площадь центральную. Объявили конкурс, кто будет стоять вместо Ленина. Там активисты у нас выбирают такие исторические места, как СИИЧ у нас и так далее. Об этом тоже поговорим. О культурно-массовой общественной жизни в районе. Поскольку без нее сбросить вот этот налет, страх у людей, оккупации, войны, без которого люди больше пьют, меньше бывают, меньше общаются. По сути, все это приводит к определенному такому экстремизму в поведении людей, к агрессии. Вот его надо было тоже убрать. Это тоже наша обязанность. Это все надо делать такими комплексной программой. Мне было очень приятно, что только мы объявили о волонтерстве в школах. У нас дети заговорили на ридной мове. Мы собрали массу интересных вещей для наших солдат. У нас неожиданно дергачи расцвели. У нас стали вешать украинские флаги. У нас появились в национальных костюмах дети, учителя в школе. Не было этого ничего. Все это было зажато. У нас есть до сих пор села, где боятся повесить украинский флаг. Это слотяновые, это без руки. Вот мы ими сейчас занимаемся, этими сельскими головами, которые там возглавляют. А сколько у нас российская граница? 24 километра. 24 километра. Причем, если взять, допустим, Казачью Лопань, она ближе стоит к границу. Но там совершенно иная атмосфера. Понятно. Везде живут люди, которые на велосипеде ездили когда-то на танцы в Россию. Переженились, имеют сватов, друзей. И, естественно, смотрят на происходящее сегодня болезненнее, чем другие. И об этом тоже мы можем говорить. По инвестициям. Реально, когда стали вникать в вопрос инвестиций, то, что мы с вами проводили, то мы столкнулись с абсолютно понимаемой вещью, что люди вообще не понимают, что это такое. К этому абсолютно не готовы. Ни руководители, ни предприниматели, или большая часть из них. Я, конечно, не беру крупные, продвинутые компании, которые у нас есть на территории. Но большая часть людей, сельские, ссылочные, голые, они даже не понимают. Вот кто к ним может прийти? К чему они должны быть готовы? Начали с этого. Поэтому и проводятся обучающие семинары и так далее. Когда я спросил учителей, говорю, вы понимаете, что вы отмечаете за формирование климата, атмосферы в том или ином селе, что мы идем в Европу, они говорят, посмотреть бы Европу, куда идем. Вот у нас сейчас все, кто победили на Олимпиадах, мы их отправляем, пойдут хотя бы в Польшу, посмотрят в автобусе, понимаете. Потому что у нас из учителей руку подняли считанные. Не были за другим. Хотя у нас очень много интересного. У нас есть лучший математик Европы, живет Дергачах, мальчик 9-летний. У нас есть лучший балалайшник, у нас есть лучшие танцевальные, песенные коллективы. И вот тот концерт, который вчера проходил в области, мы так реально понимаем, мы предложили нашей областной администрации, в следующий раз мы его проведем. Я думаю, он будет интереснее и красочнее, и более музыкальнее в несколько раз. Поэтому мы этим тоже гордимся. Это тоже очень важно. Люди должны танцевать, петь, плясать. Они должны сбросить с себя вот этот негатив военный, вот эта истерия, возможно, оккупация и так далее. После этого жизнь станет легче и веселее. Информационно, как вы работаете? Работаем. Вот 4 километра, это не может. Мы переделали газету, мы переделали газету, мы переделали плакаты. Сегодня все плакаты наши, со всех плакатов на наших людей смотрят. Хорошие, правильные призывы об Украине, о единстве, о евроинтеграции и так далее. Мы этим занимаемся. У нас украиномолны танцевали, танцуем мы, поем, причем массово. Если вы посмотрите, у нас на День молодежи около 15 мероприятий спланировано. И у нас ралли проводятся, у нас гонки проводятся, у нас велокроссы проводятся, у нас маршрутная карта для всего Харькова. Можно поехать посмотреть музей Макаренко, у нас можно посмотреть высоту Кони, у нас можно заехать на Сич, у нас можно заехать на озера на наши посмотреть, Семеновку и так далее. Все это очень интересно. Да, об инвестициях. Поэтому надо заниматься, людей учить. Начинают учителей послать их для начала в Польшу, чтобы они понимали, как надо было выжить. Вместе с головами сельских селочных город, которые тоже там не бывали. С простых вещей начинаем. Мы сейчас, они находят деньги и будут делать эскизы переоборудования центров городов. Потому что они ничего не знают, ни о градостроительстве, ни какие должны быть города. Мы же там привыкли с вами, если приезжаем, центр любой деревеньки, это что? Улица Венера. Площадь. Это площадь, церковь. Это мамы, дети, кафе, правильно? Голуби и все. А у нас какие-то сарачики, грязь какая-то, какие-то поросята бегают. Я вам сказал, друзья мои, вы на выборы идете с эскизами. Везде в клубах вы разворачиваете предложение о том, какие будут центры, какие-то будут у вас памятники, какой церковь, естественно, Киевского патриархата вы будете строить. Какие у вас будут кафе здесь и так далее. И не вздумайте продавать. На распродажу центров у нас моратория наложена. Ну, пока устные, а потом и через сессию мы проведем, поскольку центрами мы наших поселков будем заниматься. Вот. Что у нас еще? По инвестициям. По инвестициям в сельском хозяйстве. Мало кто что понимает и мало для этого есть условий, потому что земли как таковой нет. Мы знаем структуру Держкомзема, когда вопреки желания и воли сел, районов, земля раздается по вертикали. Люди назначаются из Киева и так далее. Поэтому земля уходит в неизвестном направлении. И если придет инвестор, то на самом деле предложить особенно нечего. Там надо строить комбикормовые заводы, земли под них нет, надо строить птицефабрики. Когда-то Дергачевский район был лидером по птице. Место для птичника есть, но для кормов нет и так далее, и так далее. Поэтому мы этим сейчас занимаемся, мы приглашаем. Вот у нас будет агроделегация инвесторов из Голландии, из Польши. Мы приглашаем из Израиля, будем встречи делать сами аграрии по себе, еще слабо подготовленные. Их самих бы надо в автобус довезти, показывать продвинутые хозяйства. Не понимают ни про точечное земледелие, мало что знают. Ни про современные формы животноводства, семеноводства, элитному и так далее. В этом смысле много еще работы предстоит. Представляете, у нас не ездили на выставку. Я их собрал всех и погнал, именно погнал. Дал им деньги, поехали они на выставку в Киев, на агро-выставку, чтобы хотя бы посмотреть, что сегодня происходит. У нас люди на выставку не ездили, понимаете? Может, у себя еще стоит что-нибудь организовать? У себя, да. У нас это притушевая ЗОВИД Академия. Ну, во-первых, мы сейчас ищем туда ректора. Объявлен конкурс, да. Мы будем встречаться с министром образования. Мы реально понимаем, что это очень интересное место. Это своего рода клуб. Такой вот типичный университет американского, европейского типа. Его таким надо сделать. Естественно, ректор уходит. Надо искать нового ректора. Там был и свой зоопарк, и свой конный клуб спортивный. Лучший на Украине. Зоопарка уже нет, а клуб еще есть. Его надо сохранить, потому что конно-спортивный клуб. Он вообще лучший на Украине. Кстати, наши выиграли в Крыму все призы. При этом выехали в вышиванках, даже лошади. После этого они собрали все призы. Сказали, больше мы вас сюда не пустим. В вышиванках вы тут ездите, все призы забирайте. Мы им помахали рукой, сказали, ням-няш, и уехали. Ничего, будем мы ездить в Крым, но уже после того, как Крым будет наш, естественно. Что еще вам рассказать? Значит, самое главное – коррупция. Мы ее оставили на десерт. Поскольку коррупция – это вещь самая главная и необходимая. Я возглавляю так называемую Раду, да, протидеи коррупции официально. Ее надо было заставить работать. В рамках этой Рады мы начали утверждать, допустим, Министерство внутрешних справ нашему, план работы. Ну, чтобы вы понимали, его принесли, там даже раздела не было коррупции. И вот мы сели и прописали. То есть четко и ясно, сегодня милиция понимает, что такое работать с коррупцией под руководством головы РАДЖ-администрации. Будут проверять завтраки, будут проверять палы, будут проверять топочные, будут проверять везде, где мог, уходили деньги из бюджета. Это первое. Будут проверять, естественно, отношения между властью и бизнесом, между силовыми структурами и бизнесом. У нас есть, сейчас не имею права в прессе говорить, но у нас по Черкасской Лозовой, значит, коррупционное такое расследование, антикоррупционное. У нас по Держкомзему антикоррупционное расследование идет в Дергачах, все этого ждут. У нас латино попало под микроскоп, мы сейчас занимаемся. Значит, что у нас? У нас были избиты активисты во время выборов. Мы возобновили, дело непонятным образом было закрыто. Перед нами поставлена задача возобновить эти все процессы. У нас на волонтеров было нападение, уголовное дело закрыли, мы его опять возобновляем. Вот, например, простой вопрос, да? На дорогах везде стоят, торгуют бензином. И люди говорят, ну, все же говорят, раз стоят, торгуют, значит, и вы там плаваете. Ну, вот я вас уверяю, мы приложили много усилий, чтобы не торгуют у нас бензином. Вот нет этого. Сан Саныч, в прошлый раз, когда вы выходили с первой пресс-конференции, это была своего рода инвентаризация района у вас, да? И вы определяли ключевые проблемы. Вы говорили, что контрабанда имеет свои определенные истоки. Мало того, ну, как бы, того и ликвидировать, надо понять причину этого всего. Вот благодаря чему сейчас мы торгуют? Контрабанда – это инструмент расшатывания Украины. Контрабанда, она интересна России. Россия будет поощрять любую контрабанду. И если с российской территории сюда заходит контрабанда, то это в интересах, прежде всего, России. И на контрабанду вообще нужно смотреть, как на инструмент борьбы против Украины, разваливания украинской экономики, расшатывания. Кто ее крышует? Ее крышуют необустроенные наши границы, все, кто вокруг этого стоит. Ее, естественно, крышуют те, кто с нее живет. Где-то ее крышует, наверное, милиция, где-то ее, наверное, крышует еще службы и так далее. Ну, здесь уже много и украинцев, да? Да. Вот, ну, вот процессы эти очень непростые, их сложно ставить. Не всегда ты получишь ответ, кто это делает. Но при определенных усилиях можно все-таки с улицы хвыстрять. Понятно, не факт, что их со двора не начнут торговать, но хотя бы теснить ее там шаг за шагом все равно надо, да? Не, много вопросов. Вот смотрите, да, там избили людей в Солоницевке и хотели замять это все. И благодаря нашим усилиям, потому что мы подняли прокуратуру ночью из постели, как нашу районную, областную, это получило огласку. Мы пять дней уговаривали людей признаться, кто их бил. Сегодня начальник под отделом уволен, его заместитель уволен, трое находятся, пойдут за град, и те, кто избивали. Кстати, они в розыск, они уже убежали, причем понятно, куда они убежали. Они, по-моему, один из них точно в Россию убежал и так далее. Вот хотя бы простой пример. Держкамземом занимаемся нашим, очень много жалоб там, несколько уголовных дел планируется. Ну и так далее. Вот эти все вопросы, их можно, и не дожидаясь решения каких-то законов, решать на уровне района. Есть для этого, пусть и не очень сильные инструменты, но все равно Рада протидеи коррупции. Это то, будем говорить, общественная организация, которую возглавляет голова Держадминистрации. И, естественно, в рамках нее он имеет право общаться и ставить более серьезные вопросы прокуратуре. Понимаете, вот мы переформатировали даже отношения с прокуратурой, проанализировали за прошедший год. Там практически не было протидеи коррупции. То есть там мало было коррупционных дел. Сегодня у нас целая низка, да, там, они получили приоритет. Сегодня мы добились того, что за каждым коррупционным делом стоит вот и сотрудников прокуратуры, за это отвечают, да. Ну а как сотрудники прокуратуры вообще идут навстречу? Или вы их приучаете просто к этому, к диалогу? Нет, во-первых, и в обязанности это им входит, и приоритет это от определенного государственного уровня. Вы же сами понимаете, не все очень просто получается. Но диалог складывается, мы его будируем, мы идем на это, мы все время поднимаем этот вопрос. Если бы кому-то и хотелось, может быть, уйти в сторону, разбираться легче с бизнесом, чем с коррупционерами, мы все равно возвращаем приоритет коррупционные вопросы и опять подсказываем, что нужно идти в этом направлении. Мы не имеем права вмешиваться с следствием, но мы вправе поинтересоваться, почему закрылись стилинные коррупционные дела. Мы знаем сегодня по статистике суды, являются наиболее коррумпированной частью структур государственного управления. Мы тоже выстраиваем диалог, спокойно, нормально, беседуем. Мы не имеем права вмешиваться, но мы имеем право задавать вопросы. Почему в отношении тех или иных коррумпированных лиц закрыты уголовные дела? Мы вправе инициировать их повторные рассмотрения, по новым фактам возбуждать новые уголовные дела, но все-таки ставим задачу довести до конца все то, что на нашем районном уровне есть коррупционного. Мы это видим, мы это получаем от людей в ходе встреч, от депутатов. Мы переформатировали отношения с депутатами. Не просто было, они все практически состояли либо в коммунистической партии, либо были подобраны предыдущими руководителями исключительно как члены партии регионов. Сегодня все вышли из партии регионов, а некоторые еще и помогают нам, и будут помогать бороться с этой партией, ихними отростками в виде оппозиционного блока. Верю, верю, конечно. А куда им деваться? Не хотят заставить? Нет, мы убедили и нашли там идеологических союзников. Мы с ним очень много вопросов ставим перед сессией нашей депутатской районного совета. Так что диалог сложился, есть понимание, и мы его продолжаем формировать дальше. Это не та уже обстановка, которая была сто дней назад. А вот перед местными выборами, как вы будете в этом задействованы? Мы выстраиваем работу для того, чтобы люди сделали свой выбор за Европу и выбирали европейские партии, европейско-ориентированные партии, те, кто реально провозглашает европейские ценности и борется за них. Вы ведете какую-то работу просветительскую в этом отношении? Мы и просветительскую, и разъяснительную, и агитационную, и разную работу ведем. Во-первых, каждый день по 2-3 встречи в связи с реформой местного самоуправления. Это первый вопрос. То есть я все время, это уникальная возможность встречаться с ароматным количеством людей на фоне такого важного вопроса, как реформы местного самоуправления. Собирается очень много активистов, людей, пенсионеров. Это лишний раз возможность говорить о ценностях, о том, что мы создаем общество вольных людей, о том, что мы создаем и в приоритете. Людям это нравится. Я сужу не только по аплодисментам, с которыми нас провожают после митингов, а люди еще и встают при этом, когда хлопают. Вот это нам нравится. Мы реально понимаем, что мы достучались до сердца этих людей, что им близки европейские ценности, что им в совок и абсолютно не хочется идти. И то, что нам навязывают на Востоке, это не наше. И мы воюем против этого создано. Ну вот как-то так. Как с этим устройством демобилизованных, например, солдат и СССР? В приоритете вообще. С воинами у нас, ну, во-первых, у нас постоянные гости. Это добровольческие формирования АЗО уже идет, чтобы вы знали. У нас демобилизовалось 100, у нас сегодня служит 169, а демобилизовалось 85 человек. Мне эти данные подают еженедельно. Поэтому я знаю, и кто демобилизовался, и с какими вопросами приходит, и кто еще служит, и кому мы помогаем, и кому мы готовим наши волонтерские подарки. Там начинают вкусности и заканчивают трусами, майками, носками, потому что не всегда снабжение Министерства обороны поспевает за теми задачами, которые выполняют ребята, которые служат из Дергачи. И мы им помогаем. Мамы приходят на прием, показывают письма. Мы против этих писем какие-то посылки делаем, отправляем им на фронт. Те, кто демобилизовались, во-первых, мы контролируем, чтобы за ними сохранились рабочие места. Они все имеют право получить от нас финансовую поддержку, мы изыскываем возможности. Мы следим за тем, чтобы... Вот у нас есть в Дергачах, если вы знаете, есть Бюрминводы. Вот мы сейчас боремся за то, чтобы все Бюрминводы туда попали, все ребята для адаптации, психологической реабилитации после боевых действий. Зеленый им вообще приоритет в Дергачах, для Дергачевцев, но не только. Там у нас много возможностей принять всю область. И мы работаем с Лужковым, Вадимом Александровичем, в плане того, чтобы сделать Бюрминводы опорным таким реабилитационным центром. Там есть для этого все. И прекрасная вода, которая успокаивает. И есть опыт в 150 лет. Есть врачи, есть психологи, которых не нужно искать. Есть массажные разные процедуры. В общем, там есть полный спец. Там есть врачи квалифицированные. Там можно заниматься абсолютно всем спектром. Вот желудочный тракт, там сердечно-сосудистый, там вегетососудистый и так далее. Сейчас серьезно возникает проблема на местах именно. С взаимодействием с солдатами после событий в год. Вот съезжают, там Гула Васильрат, там не идут на встречу с солдатами. У нас не съезжают. Вот тот, кто съехал, вот их два. И оба они ходят в прокуратуру. Все. Съезд запрещен. У нас стоит знак. Съезд запрещен. Меня для этого и поставили туда, чтобы съезд был запрещен. Все, точка. У нас не съезжают. Кто съехал, тот в прокуратуру съехал. Процентов 90 осталось со старого аппарата. Но вы должны знать, что старый аппарат – это люди, которые за 2000 гривен ходят на работу, пишут документы, бумаги разные, делают работу всевозможную. В том числе, допустим, организовать такой красивый праздник, как День Победы на высоте Конева. Когда нет ни копейки денег в бюджете для этого. А мы встретили громадное количество ветеранов. Мы украсили, привели в порядок, отремонтировали. И все это делается на связи, когда просто бизнес понимает, что это нужно, оказывает помощь и так далее. Естественно, стоит вопрос, чтобы повышать квалификацию людей. И этот вопрос поднял. Я его поднял не только в рамках района, но и области. Все понимают, что маленькая зарплата чиновника – это экономическая база для коррупции. Но в рамках реформ местного самоуправления, когда сегодня обговариваются бюджеты, зарплат будущих, то реально мы понимаем, что те громады, которые объединятся, они будут нанимать чиновников. И вот под хорошую зарплату они будут искать себе хорошего функционера. А пока довольствуются тем, что есть. И тот, кто готов работать. Зато я могу сказать, у меня есть еще пять вакансий, на которые не могу найти людей. В том числе и на протидею коррупции. Потому что на 2000 гривен приходят люди, которые явно не справятся с этим вопросом. И это есть объективная реальность. Поэтому мне приходится за зарплату в 3300 гривен самому работать на этом участке. Что я с удовольствием и делаю. Поскольку это еще и мое хобби – бороться с коррупцией. Вы работали с многими молодыми ребятами. Я имею в виду, вот общались. Есть активные ребята, которые до сих пор ведут такую правильную, нормальную, конструктивную деятельность. Вы их приглашали к себе на работу? Да. Вы должны знать, что у меня стажировалось около четырех молодых перспективных ребят. Которые рассматривались как на главы района, так и рассматривались на начальников отдела. Некоторые прошли стажировку, поблагодарили и пошли на собеседование в аппарат президента. И ждут своей судьбы. Некоторые не выдержали накала работы. Вам не прошло через аппарат президента? Нет. Вот так вот прийти и начали с следующего дня приходят и за мной ходят хвостиками. Присутствуют на совещаниях, записывают, получают что-то. Если им удается работать, я им еще плачу зарплату из собственного кармана. Мы должны готовить замену. Надо ребят стажировать. К сожалению, не все готовы. Некоторые понимают, что такое госслужба, не мёд и не сахар. Некоторые просто не успевают за тем объемом работ, которые мы ставим перед собой и делаем. А некоторые они еще добросовестно через все проходят и идут дальше работать самостоятельно.